Миграционная политика в Тверском регионе на протяжении ряда лет на особом контроле как со стороны правоохранителей, так и со стороны государственной и муниципальной власти. В этом году на формирование миграционной ситуации в Верхней Волжье повлияла ситуация с коронавирусом. С 18 марта запрещен въезд иностранцев в Россию. В результате число зарубежных мигрантов в регионе сократилось более чем на 40%. Заметим, ограничительные меры были введены в период, когда в область из года в год приезжает основная масса мигрантов. На треть с целью работы меньше въехало у нас граждан Узбекистана, на 35% граждан Таджикистана, на 45% граждан Украины. Несколько увеличилось количество трудовых мигрантов из таких стран Евразии, как Казахстан. В абсолютных цифрах это плюс 140 человек. Киргизия плюс 230 человек. Условия ограничения из-за коронавируса сказались на судьбах тех, кто не смог вовремя выехать из России. Работодателям практически три месяца была предоставлена возможность привлекать к трудовой деятельности в период с 15 марта по 15 июня иностранцев без учета цели въезда и наличия у иностранных граждан на разрешение на работу и патентов. Со времени введения ограничительных мер в управлении по вопросам миграции УМВД обратилось более 17 тысяч иностранных граждан и свыше 3000 работодателей по вопросам заключения договора с иностранцами. 50 работодателей воспользовались правом привлекать зарубежную рабочую силу без разрешительных документов. Цель таких послаблений – профилактика преступлений среди оставшихся без работы мигрантов. Были созданы условия для того, чтобы иностранцы могли работать, могли обеспечивать себя и не совершать преступления. Предметный анализ, который мы провели по криминальной ситуации в сфере миграции, говорит о том, что у нас за вот эти два месяца, практически три, мы не видим серьезного прироста преступлений в удельных весах, совершенных иностранцами на территории региона. На сегодняшний день на миграционном учете региона состоит 13 тысяч иностранных граждан. Чуть более трех тысяч находятся на территории Верхневожья по разрешению на временное проживание. Свыше 6 тысяч человек имеют вид на жительство. По сравнению с предыдущим годом число иностранцев по этим учетам сократилось на 5 тысяч, на треть сократилось число выданных патентов. По состоянию на 1 июня иностранные граждане получили нароки 5 тысяч 666 трудовых патентов. 16 июня у нас все иностранные граждане, которые находятся на территории региона, вправе осуществлять трудовую деятельность только на основании разрешений на работу и патентов. Ну а работодатели, как и раньше, должны нас уведомить как о заключении соответствующих трудовых договоров с иностранными гражданами, так и об их расторжении. И еще одно нововведение. Оно коснется только жителей Верхневожья. По инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени приостанавливается выдача патентов иностранцам, прибывшим на территорию России после 16 июня 2020 года. Просим обратить на это внимание всех работодателей. Нарушение распоряжения карается солидными штрафными санкциями. В региональном ОМВД пояснили, эта мера направлена не против иностранцев, а прежде всего на поддержку потерявших работу граждан России. Срок приостановления выдачи патентов продлится до 1 января 2021 года. Такое распоряжение и такое обращение только от губернатора Тверской области поступило за последнее время. Поэтому у них есть возможность выехать в другие регионы. И на сегодня мы понимаем, что люди, в том числе иностранные граждане, приезжая к нам, из года в год на что-то рассчитывают. Поэтому мы ведем работу с диаспорами, в том числе, которые имеют связь со своими земляками, находящимися сейчас в странах исхода, для того, чтобы эту ситуацию им разъясняли. В силу того, чтобы они выбирали уже изначально другие регионы для трудовой деятельности, где таких ограничений не введено. Но для иностранных граждан существует еще один запрет. И действует он на территории всей России. Борьба с незаконной миграцией по-прежнему актуальна. И борьбу с нарушителями закона Российской Федерации ведут представители всех силовых ведомств. Нельзя забывать, что незаконно под видом поиска работы в Россию нередко приезжают люди, проповедующие идеологию террора. И поэтому мы еще раз обращаемся к вам, жители Верхневолжья, с просьбой о бдительности.